Лимит лимит я. Чуть не потерял твой телефон. Думали ли вы когда-нибудь, что вот так можно наступать на скалы лапами практически? Вон тень планера, кстати, скользит. Смотрите. Вау. Я сейчас вам пройдусь рядом с вершиной, которая нам не покорилась еще сегодня. Так-то я на дне летал уже, но вы, по крайней мере, посмотрите, как Пиписель себя чувствует около этой скалы прекрасно. Вау. Ну и мы, кстати, два метра имеем. Мы сейчас попробуем немножечко здесь походить, походить, высоту набрать. Вау. Я сам в глубоком удивлении, друзья. Вот по этой долинке течет воздух и, соответственно, он натекает на скалу. Рядом с такой красотой. Скорость держать надо меньше ста. Смотрите, тут вот он даже не водопад. Да, водопада нет, но вот как все течет. Друзья, как это выглядит, как эта скала у нас не бросается, но чуть-чуть форточку открою, чтобы мы не потели. Я сам в глубоком удивлении, как нам удачно удалось выбраться на пипестрильчике. Потрясающе. Я надеюсь, что кадры будут соответствовать нашим затратам на них. Я не скажу, что мы сильно сейчас высоту набираем, но, по крайней мере, мы ее не теряем. При этом можем вам снимать. Вот это все великолепие. Вау! Невероятно. А вон там какое-то озеро далеко. Доже потрясающее. Вау! Да. Мой коллега более лихо, чем я, пилотирует. Я тут поосторожнее себя вел. Поэтому вы можете хоть посмотреть, как летаю не только я. Что не я маньяк, на самом деле, настоящий. Есть еще больше маньячилы. Это мне страшно уже. А мы говорили, пипестриль ничего не может. Еще как может. В умелых руках. Ой, красиво. Хочется в эту щель пролететь. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. О! Видите, облако немножко опустилось. Все-таки вечер уже, кромка падает. Видите, облако цепляется за вершину. И мы сейчас засним вам просто контент бомба. Посмотрите. Потихонечку полигонечку мы, болтаясь у этого склона, выбрались почти на его верх. Осталось совсем чуть-чуть. Я думаю, что это чуть-чуть мы сейчас сделаем. Видите, здесь опять удачный опаточек взял. И мы уже по факту почти на уровне вершины катаемся вместе с вот этим облаком. Видите, как ащель между двумя склончиками красивая. Я давно так красиво не летал, честно вам скажу. Просто большое везение, что нам сегодня так подфартило сюда забраться. Все, это некий предел по высоте. В облако, конечно, не входить ни в коем случае. Потому что можно в эту же, извините, вершину ее поцеловать. Ну вот она. Как я на подлете говорил, что эта вершина пока нам не покорилась. Ну вот мы ее покорили. По высоте будем считать, что покорили. Потому что мне несложно выбраться выше, только не в облаке. Я могу, конечно, сейчас ручку набрать скорость, потянуть ручку на себя и выскочить выше. Но это будет нечестно, некрасиво. Ну почти. Почти выше. Ну, друзья, смотрите, я на ветреной стороне облака. Вот. Все, выше вершины. Мы ее покорили. Ге-ге-ге-ге-ге-гей. Какая красота. И вот рядом с облаком. Вот так вот, раз. Вот так вот, два. Ой, как же это. Высота причем 3400 метров, друзья. 3400 метров мы набрали в этом волшебном замечательном месте. Лимит, лимит, да. Фу. Крейзи ситуация. Друзья, сейчас, если вы видели, наблюдали, как я снимал, чуть не потерял твой телефон. И, наверное, это, собственно, момент, который говорит о том, что Харе, пора идти домой. Ну что ж, обратная дорога будет достаточно простой. У нас 3300 метров. В принципе, до дома всего лишь 56 километров. Мы по прямой до дома дотягиваем без всяких проблем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Планер на парковке. Сейчас буду швартовать. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Субтитры сделал DimaTorzok